всем привет давно меня не было на этом канале я очень сильно по вам соскучилась сегодня хочу обсудить с вами новый фильм производства apple tv с таким простым и родным названием за пивом 1967 год чтобы морально поддержать воюющих во вьетнаме друзей чики донах ю решает самолично угостить их американским пивом поездка начавшийся как спонтанная авантюра в корне меняет его взгляды на жизнь и войну картину снял питер фаррелли который может быть вам известен по таким работам как тупой еще тупее 2 и зеленая книга которая взяла оскар как самый лучший фильм в 2019 году когда я увидела что этого режиссера вышел новый фильм еще с таким названием я сходила за пивом включила за пивом и приготовилась провести хороший вечер за комедийным военным фильмом по крайней мере так мне пообещал в описании кинопоиск и знаете да он действительно меня не обманул при просмотре мне часто было смешно даже очень но оказалось что фильм будет как никогда актуален для нашего времени и будет не только смешно при просмотре но и частенько грустно фильм рассказывает про вьетнамскую войну которая длилась почти 20 лет между северным и южным вьетнамом северный вьетнама поддерживал советский союз и китай а южные соединенные штаты америки война широко считается опосредованной войной войной по доверенности войной чужими руками что означает международный конфликт между двумя странами которые пытаются достичь собственных целей с помощью военных действий происходящих на территории и с использованием ресурсов третьей страны под прикрытием разрешения внутреннего конфликта в этой третьей стране у меня ощущение дежавю тема войны наверное будет всегда актуально и всегда очень тяжелой для зрителя война несет конфликты и эти конфликты бывают даже внутри одной семьи как и показано об этом фильме защищал от чего все крестину давай потом мы даже не знаем за что они сражаются раскол политических взглядов происходит между главным героем чеки и его сестрой вообще большинство персонажей в этом фильме окажутся совершенно обыкновенными ребятами такими как я такие как вы которые живут здесь сейчас совершенно не задумываются о завтрашнем дне которые совершенно не понимают кому зачем и для чего нужна эта война не просто наблюдали за всем происходящим как бы со стороны за бокалом пенного пока это все не коснулось их близких друзей пока не пришло первое приглашение на похороны и вот в очередной раз сидя в баре и потягивая пивко им вдруг приходит мысль что им нужно поддержать своих друзей которые находятся в самом разгаре боевых действий и привезти им пивко прямо из америки и наш главный герой чеки изрядно набухавшись в этом баре решается ввязаться в эту авантюру и заявляет о том что он привезет своим друзьям баночку светлого а заодно и частичку тепла и поддержки из дома конечно на следующий день когда он протрезвел он конечно пожалел наверное о своем громком заявлении но уже было поздно потому что молва разошлась по дворам и все уже ждали от него этого поступка и назад отступать ему было не вариант могу хочу сделать как и в зеленой книге на протяжении всего фильма мы можем наблюдать за трансформацией главного героя которого кстати сыграл зак эфрон и если честно приятно меня удивил потому что раньше я этого смазлил его няшу не воспринимала как драматического актера начале фильма чеки нам показан как без амбициозные пьяница который прожигает бесполезно свои дни и в этом его постоянно упрекает его родной отец а под конец фильма нам достаточно всего лишь посмотреть на его глаза и на его взгляд и мы уже видим что они полны полного переосмысления происходящего в целом фильм снят очень легко и по-голливудски хороший актерский состав безупречный визуал юмор а также пронзительные диалоги которые можно разбирать на цитаты у каждого героя фильме есть свое мнение свое позиционное происходящее и у некоторых она в какой-то степени меняется но самое главное что фильм заставляет о многом задуматься нас а мы ведь для этого и собрались на этом канале чтобы смотреть фильмы которые хоть чуть-чуть заставляют нас думать резюмирую фильм точно стоит просмотра искусство а фильмы я считаю искусством никак иначе она всегда помогала и подбадривала человечество во все времена поэтому смотрите хорошие фильмы до новых встреч нянчица в твои годы я пахал на двух работах трое детей жена сам виноват что маза летела еще в школе чики